Сбербанк запретил переводы на банковские карты с 1 февраля. Связной временно продает Xiaomi Redmi 6 за 1198 рублей. Чего? Написано, вы знаете, что телефон современный к Xiaomi продается за 749 рублей по акции какой-то. Ядрить тебя налево. Хотел фоточку сделать. Чего это? Просто Xiaomi, но у вас продается. Современный называется. Залипательно. EVG. Канал называется EVG. Не EVG, EVG. Многие считают Xiaomi очень хорошими телефоны, прям самые лучшие. А как вам такое вот его поведение? Стоит только убрать кнопки на экране и попытаться управлять жестами, у Xiaomi это называется безграничный экран, как весь интерфейс начинает люто лагать. Это Xiaomi Redmi Note 5. 3 гига оперативы, 32 гига встроенной памяти, процессор 636 Snapdragon. И я хочу на него шоколадку сфоткать в режиме портрета. Так он при этом очень жестко троит. Ну чё, ебать, вообще всё зависло. Вот чё это за дичь такая, а? А это эффектная анимация сворачивания. Apple просто сосёт. Даже открыв инстаграмчик, что попялиться на жопы и то без боли нельзя. Мне кажется на Windows 95, то программы так плохо не сворачивались. А игры так вообще могут по полчаса открываться. И конечно же сворачиваются они просто божественно. Этот телефон стоит 12 тысяч. И через полгода использования с ним началось вот это вот всё. Ей дрить тебя налево. Хотел фоточку сделать. Чё это? У него даже олеофобное покрытие на экране протёрлось до дыры. Как внутренняя сторона щеки у гринпепера. Такое поведение телефона, к сожалению, обычное дело. Его не постоянно так глючат. Перезагрузки конечно помогают, но пользоваться полноэкранными жестами всё равно невозможно. Может эта версия такая у меня с Алиэкспресс единственная в таком роде бракованная. Вот по-любому у всех вас вот таких проблем не было. А это просто вот единственный случай у меня. Айфоны тоже глючат, это же техника. Ну бывает. А чё ты хочешь то за 12 тысяч рублей? Сука! Я всё-таки отправился в интернет, чтобы купить новый престижио вместо бомжи. Ха-ха, да шучу. Чё я дурак что ли? Конечно я полез искать новый сяони. Я даже ещё не успел загуглить, как вдруг натыкаюсь на такую вот новость. Связной временно продаёт Xiaomi Redmi 6 за 1198 рублей. Нормальная такая новость, да? А может это мой шанс? Ухватить немножко халявы. Я иду дальше и вижу. Магазин Xiaomi продаёт современный смартфон за 749 рублей. Ещё дешевле. Так-то шарящий человек поймёт, что таких цен вот вообще не бывает. Либо это кликбейт, либо там сидят самые настоящие барыги. По-любому в розничных магазинах только дороже будет. Вообще не сомневаюсь. Сейчас мы проверим это через Е-каталон. В 21 веке ведь всё в интернете покупается. Вбиваем Xiaomi Redmi и выводим их от самых дешёвых к дорогим. Цена на новостном сайте была 749 рублей за современный смартфон. Ну это нереально, да? Видим самый дешёвый Xiaomi Redmi 1S аж за 3500. На четвёртом Android выпускался с 2014 года. Смартфон пятилетней давности. Смотри, компом пятилетней давности можно пользоваться, а смартфоном сейчас уже невозможно. Вот это реальная цена на бомжоми в районе 10-12 тысяч на начало 2019 года. Конечно, если я сейчас выберу Apple, цены будут в разы выше. Мне кажется, самым топовым сейчас будет Redmi Note 6 Pro. Тем более он с чёлочкой на iPhone похож, да? Отзывы на него идеальные все. Не, если я гоню на Xiaomi ни за что, то просто напиши, как твой работает. Вот, 6 Pro можно взять от 13700 всего. И дальше по нарастающей, только дороже и дороже. Бомжами что-то очень много моделей всяких. И я вот сравниваю их, и всё же особо друг от друга они как-то не отличаются. Ну, в 4X самый слабенький процессор. Блин, у моего тормозного 5-ноут Quick Charge, оказывается, есть. А я этим и не пользовался. Как видите, цен таких просто нет. И эта новость, скорее всего, реклама кредита под видом просрочки. Но новость-то зато какая, а? Смотри, они ещё и авторов ищут. Видать, их старых авторов-копирайтеров просто избивают на улицах за такие громкие высказывания. Несколько дней назад ресурс Aket.com распространял явную дезинформацию. Подобных статей разоблачающих Aket.com полно в интернете. Они врут не впервой и ясно, почему они авторов ищут для своих жидких статей. Те просто увольняются после постоянных избиений возле офисов. Я сейчас ни в коем случае вам не рекламирую это желтушное интернет-издание, хайпящий на таких вот высерах. Я хочу вам донести, что не надо серьёзно воспринимать СМИ в наше время. Интернет превращается в телевизоры. И верить ему, к сожалению, хочется всё меньше иметь. И жидкими их статьи я называю неспроста. Думаю, вы представляете, что такое жидкий высер. Когда я готовил этот ролик, я просто решил ещё раз зайти к ним на сайт и вот что я увидел. Сбербанк запретил переводы на банковские карты с 1 февраля. Чё? Вот как на такой лютый кликбейт не ткнёшь, а? В итоге я просто бомбанул от потраченного времени. Вся статья это вода, сцени на суть которой сплетня. Там описывается какая-то система быстрых платежей, которые банки запустят и которая, по-моему, уже давным-давно функционирует. Зампред Сбербанка Ведяхин в кулуарах Гайдаровского форума сообщил о том, что Сбербанк не имеет планов по подключению к этой системе. В общем, типа Сбербанк не будет использовать быстрые платежи. Ну, мне кажется, они и сейчас есть. Никаких пруфов, никаких отсылок, тем не менее, вообще ничего нет. Новость вообще какая-то не интересная. Но зато посмотрите, какой там лютейший заголовок. Вот тут Почта России запустила Лохотрон, который по итогу оказался новостью, что на почте продают лотерейные билеты. Я ещё когда пешком под стол ходил, ещё с тех пор эти билеты там продавали. В общем, сайт полное дно. Новости пустые, ни о чём. Заголовки максимум кликбейта. В СМИ такое нельзя использовать. Это же дезинформация просто. А вот и новость, с которой всё началось. Связной временно продаёт Xiaomi Redmi 6 за 1198 рублей. Всё, ни слова больше. Евреи, иди связной, покупайся новый телефон дешёвый. Я видел в интернете Xiaomi Redmi 6 за 1200 с визном. Это, скорее всего, оплата в месяц. Как? Оплата в месяц. 1200 в месяц, если взять его в кредит, да? Да, всё верно. А, вот так. А я так понял, что типа он продаётся у вас. Бывала уже такая ситуация, что путали. Путали просто, просто путают. Я думал, мы одни такие дураки, ведёмся на новости, воспринимаем так всё глупо и буквально. А нет. Народ-то реально приходит и спрашивает. Так ведь ещё статью полностью прочитав, они в конце комментарии оставляют. Посмотрим, что скажет ФАС по этому поводу. Сейчас люди сами тупят, не понимают или как получается? Не дочитывают. Не дочитывают, допустим, не видят. А, продаётся в связном, надо идти покупать. За 1200 там телефон. Ну вот, конечно же, в очереди стояли. А это вот он, да, такое? Да, еврея там не видать, мужичок у автомата всё перекрыл, но он там общается с консультантом в магазине или с консультантшей. Слушай, то ли это мужик, то ли это была женщина, то ли пидор, то ли кто. Да, заголовки не соответствуют содержанию. Телефона за такую цену нет. В самой статье реклама кредит, зато названия просто супер дезинформирующие. Ладно, может в магазине Xiaomi китайцы всё-таки продают за 749 рублей современный смартфон? У вас это есть телефон современный? Написано, вы знаете, что телефон современный к Xiaomi продаётся за 749 рублей по акции какой-то. Вот я видел в интернете, я хочу его посмотреть. Как его? Какая модель называется? Просто Xiaomi. Именно у вас продаётся. Современный называется. После меня вот надо, вот его надо посмотреть. Срочка на 24 месяца. Как понять? Иформляйте эту срочку и ежемесячно платите. Ну вот я видел в интернете. Вот. Один Xiaomi в России. Современный мне нужен. Именно вот такой. Вот. Наша компания, вот к этому сайту Акнет, никакого отношения нет. Поверьте, там очень много информации, которая появляется. Получается это обман. Получается нас наёбывают. Вы руководствуетесь немножко не теми вещами, извините. То, что написано, я вам и говорю, показываю вам. Вот Xiaomi. Вы видите, это просто новостной сайт, который может написать всё же кругом. Получается это обман. Получается такого нет. Такого нет. Телефона современного. Именно современный Xiaomi. Нет. Полоноса нет. Получается это всё, откуда высвечивается эта рекламка. Понятно. На заборе тоже какие-то вещи написаны, да? Вот. И наподобно этому сайту. Получается это заманивание, это получается на лоха, да? Или как? К вам же будут приходить и будут спрашивать телефон современный надолго. Все модели можно назвать современными. Но такого именно названия, что вот Xiaomi нет. Понимаете, какая вот. Такого телефона нет. За такую слову. Знаете, это претензия вот к… Кому? К этому сайту, который спрашивает информацию. Исключительно к ним. Я уже не первый раз вижу, что они там пишут. В общем, короче, это наебалово. Ну, проще говоря, да. Да, понятно. Значит, нас наебали опять. На лоха, короче. Люди просто читают эту туфту эту, да? Рекламу эту. Просто мы не можем изучать то, что пишут они на наших сайтах. Просто эта же новость, она же актуальна должна быть. То есть, раз она появилась. Понимаете, она же ни на что не занимается. Откуда наберут эту информацию? Ну, а телефон современный вообще… Вот есть такое название? Телефон современный? Его названия нет. 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 Все телефоны… Современные. Все абсолютно. У нас нет каких-то старых из 90-х телефонов и так далее. Телефонов будущего у нас тоже нет, но столько современных. И какой вывод? Не читайте все это? Вывод – надо руководствоваться официальной информацией. Это неофициальная информация? Неофициальная информация. Абсолютно. Блин. Ладно тогда. Ладно, спасибо за консультацию. Все, сейчас все понятно стало. В общем понятно, все это голимый развод. Да, я понимаю, новостным порталам надо привлекать к своим статьям внимание. Но не таким же, блин, образом. Понимаете, да, какие нынче сейчас у нас СМИ? Ради кликбейта и посещений они идут на дезинформацию. И эти примеры, которые я вам сегодня показал, это вообще цветочки. Настоящая дезинформация есть в СМИ. И это очень серьезная проблема современности. Этими методами пользуются и государственные телеканалы. Один американский чел, не последний человек, Авраам Хамски, сформулировал 9 приемов манипулирования сознанием через СМИ. И некоторые я использовал в этом видео. Я их вам и оглашу. Отвлечение внимания от более важного вопроса. Ведь главная тема этого ролика так-то была дезинформация. А я ваше внимание перевел на Сяоми да на эти статьи кликбейтные. В больших федеральных СМИ это делалось немного по-другому. Но я думаю, вы понимаете, о чем я. Создание проблемы с последующим способом ее решения. Я вначале показал глючащий телефон, чтобы плавно подвести это к высеранным статьям в интернете, чтобы в итоге подвести все это к рекламной интеграции. Концентрирование внимания на эмоциях, а не на размышлениях. Тут, я думаю, все будет понятно. Я сначала рассказа про говносайт эмоционировал в виде кричащих заголовок. А то, что они подразумевают под собой кредит, я на этом не делал акцента. Оставшиеся способы очень хорошо подходят для государственных СМИ, а не для ролика какого-то там ютубера. Один яркий пример манипуляции СМИ, которая реально испортила жизнь человеку. Это случай с Ильясом Никитиным, которого федеральные СМИ назвали первым подозреваемым во взрыве в питерском метро 3 апреля 2017 года. Просто потому, что он выглядел очень колоритно, был в тюбетейке и с бородой, и его призвали террористом, сняли самолеты и собирались уволить с конторы, где он работал дальнобойщиком. А все из-за того, что СМИ просто распространило его фото с камер наблюдений без какой-либо проверки и заверения компетентными органами. О чем вообще можно говорить, о какой подлинности новостей, если в своих статьях всем известная и уважаемая РИА новости ссылается на акет. А там современные Сяоми за 750 рублей, и Плейстейшн за 2700, и лохотрон от Почты России. Не верьте им, не ведитесь, воспринимайте все критично, и все у вас будет хорошо. И никогда не попадайтесь на уловки хитрожопых газетчиков и вот этих вот авторов таких вот статей. Не то мне стыдно за вас даже будет. Всем пока.